Сегодня мы продолжаем большой разговор с известным белорусским футболистом Могилевчанином Виталием Булыгой. Игрок, за плечами которого более полторы сотни матчей в российской премьер-лиге, почти четыре десятка игр в майке национальной сборной Беларуси, сейчас в этой самой сборной не востребован. Но в иностанции главной команды страны Георгий Кондратьев, несмотря на большой дефицит острых и быстроногих форвардов, на Булыгум не рассчитывает с этой неприятной для Виталия темы. И начнем. Виталий Кондратьев Читая тоже его интервью, Кондратьев пишет, первый вопрос задают про Александра Глеба. Александр Глеб говорит, еще молодой футболист в расцвете сил, хотя Глеб мне на год с младшим не будет 32, ему будет 31. Сегодня уже Александр Глеб, ну там травмы, он уже не играет два года, я так уже вижу, что он не играет два года. Сегодня тренер сборной пишет, что он молодой, и сегодня на него возлагаются надежды. И еще вопрос задают Булыгой Корыцкий, вы видите сборной? Они уже себя показали, как уже все, типа, футболистов списали. Если этот же тренер обратно же не видит на сборной, то посмотрим. Бог же все видит, знаете, три поражения этого тренера не будет, ну дай бог, чтобы такого не было. Но сегодня неприятно, когда читаешь такие вещи. Когда мой самый первый гол, это был Петер Чех воротах, в сборной Чехии мы играли, 2003 год. И мы повели в счете, 1-0 я забил, это первый гол, да, это для меня было 23 года не было. Конечно, это был запоминающий момент жизни, но я думаю, что самых два важных, когда ты играешь на стадионе 50 тысяч зрителей, когда ты забиваешь, сидят Бирхов, сидит Бекенбаур, сидят на трибуне, ты забегаешь, забиваешь два гола ворота сборной Германии, в Германии. Я думаю, что это все-таки самые приятные моменты в жизни, которые вообще есть. И когда ты просто забиваешь, поднимаешь руки вверх, радуешься, и тишина, и потом просто тебя брут аплодируют. Ну это, конечно, надо ощутить, это не передать, если честно. Конечно, обидно, что команда сегодня покинула премьер-лигу. Это наше лицо нашего города, который на самом деле, ну да, хоккейная команда есть, но раньше ее не было. А это было еще, когда я был маленький, ходил, я брал флаг, болел за эту команду, я здесь вырос. Я играл здесь с 15 лет до 22, 7 лет я отдал этой команде. И, конечно, обидно. И те люди, которые в футбольном мире тут общаются со мной, те люди, которые сегодня занимают хорошую должность, и они так же разговаривают, конечно, хочется, чтобы команду сохранили, чтобы в следующем году поставили самые максимальные задачи. И, конечно, большая моя польза была, чтобы все-таки, в первую очередь, этот детский футбол наш начали поднимать чуть выше. Я не знаю, почему, мало как уделяется внимание. Ну, а людям нашим, конечно, в первую очередь, конечно, терпение. Ну и, конечно, чтобы следующий год для них он стал, для каждого, чтобы они делали маленький шажок, но вперед. Чтобы мы не заходили в кафе, у нас не сидело, три человека мы сидим. Что мы заходили, сегодня сидело здесь три-три человека. Это было бы намного приятней. И всего-всего самого лучшего, хорошего. Здравствуйте, я Виталий Булыга. Вы смотрите... Ничего страшного. Девочка мне не лыгает, я не могу. Программу про спорт на канале Беларусь-2. Правильно? Спасибо.